Ассаляму алейкум, мои хорошие! Уже совсем скоро начнется самый лучший месяц в году. Месяц милости, щедрости и справедливости. Знаете, как называется этот месяц? Рамадан. И сегодняшняя наша история о том, как Амаль и Джамиль встретили Рамадан. Амаль и Джамиль – брат и сестра. Они очень любят друг друга, всегда помогают друг другу делать хорошие дела. Например, напоминают друг другу про намаз, выполняют его коллективно и никогда не говорят друг другу обидных слов и не берут вещи друг друга без спроса. В один теплый весенний вечер дедушка собрал всех со столом и сообщил приятную новость – завтра первый день Рамадана. Все начали поздравлять друг друга. Все радовались и делились радостью с другими. Амаль и Джамиль были в восторге и решили, что на этот раз они будут держать пост целый месяц. Дедушка их позвал к себе, крепко обнял и объявил – Амаль и Джамиль в этот раз будут держать пост, а мы с вами будем им помогать. – Дочка, ты же сейчас будешь готовить нам сухур? Приготовим, пожалуйста, то, что они больше всего любят. – Сухур? А что такое сухур? – спросила Амаль. Сухур – это время для приема пищи перед рассветом, ведь после рассвета мы уже не можем ни есть, ни пить, и так до захода солнца. Идемте, я расскажу вам больше о том, как надо держать пост. Первым делом нам с вами нужно сделать намерение о том, что мы будем держать пост завтрашнего дня месяца Рамадан. Повторяйте за мной. Я намерен соблюдать пост завтрашнего дня месяца Рамадан этого года с верой и искренне ради Аллаха, надеясь получить вознаграждение. Это намерение мы с вами будем повторять каждый день, инша Аллах. Дети внимательно его слушали и повторяли эти слова. Второе, что вы должны знать – мы должны отказаться от еды и питья от рассвета до захода солнца. А теперь, кто из вас готов ответить на вопросы? «Я! Я!» – закричали громко дети. Первый вопрос. Кто из вас скажет, от чего мы должны отказаться во время поста? Итак, дедушка спрашивал, и они с радостью отвечали. «Теперь вы готовы к посту!» – гордо повторял дедушка. Тут к ним подошла мама и позвала всех к столу. Пора подкрепляться до начала поста. После Сахура вся семья собралась и слушала разные истории от мудрого деда. Так они проводили время с пользой в ожидании наступления времени намаза Ас-Субх. Выполнив намаз, дети пошли к себе спать, думая, как же пройдет первый день поста. Солнышко высоко поднялось, лучи попали прямо на лицо Амаль. Амаль открыла глазки, улыбнулась, потянулась, разбудила брата. Они умылись, оделись, и тут Джамиль направился в сторону холодильника. «Стой, Джамиль! Мы же пост держим!» «Упс!» – Джамиль об этом забыл. Как же ему стало стыдно! Но Амаль его успокоила. Они решили заняться чем-то интересным и смастерили красивые фонари. Украсили дом в честь наступления месяца поста. Постепенно они начали чувствовать голод. Амаль подошла к брату и сказала, «Может, мы начнем держать пост в другой раз?» «Я очень голодная, Джамиль! Ну, пожалуйста!» «Амаль, мы будем терпеть!» «Идем! Пойдем в мечеть на уроки, так пройдет время быстрее и с пользой». Родители повели детей в мечеть, они вместе слушали религиозные уроки и незаметно для всех прошел первый день поста. Ближе к вечеру вся семья собралась дома в ожидании захода солнца. Дедушка сказал внукам, «Идемте, мы поможем маме накрыть на стол ифтар». «А что такое ифтар, дедушка?» Спросил Джамиль. «Ифтар – это разговение. Другими словами, это прием пищи». Как только солнце зашло, Джамиль помог папе раздать всем воду и финики, как советовал пророк. Амаль и Джамиль выдержали целый день, потерпели до захода солнца. Они были очень счастливы, что смогли держать пост этого великого месяца. Они держали пост день за днем, и так до окончания месяца Рамадан. В день праздника их ждали большие подарки от родителей и от дедушки. А самый большой подарок для них было вознаграждение от Бога. А вы, мои хорошие, когда-нибудь держали пост? Давайте в этом году мы сделаем это вместе. Затем вместе с родителями напишите мне письмо, сколько дней вы держали пост, и отправляйте фото и видео, как вы провели месяц Рамадан. Посмотрим, сколько вас таких смелых и сильных. А я подготовлю для вас приятный сюрприз. До новых встреч, иншаллах! Ассаляму алейкум!